Добрый день! Меня зовут Евгения. Я являюсь руководителем образовательных программ консорциями ведущих вузов China Campus Network. Сегодня мы продолжаем разбирать расширенную предвузовскую подготовку или IFP-CCN. И в частности мы поговорим о ее особенностях, о направлениях IFP и немного об учебном плане. Ребята, перед тем, как перейти к детальным обсуждению направлений, важно отметить несколько особенностей нашей подготовки. Первая особенность – вы будете обучаться в группах по 16-20 человек на этапе изучения языка и по 25 человек в предметных классах. Вторая особенность – каждый предмет вам будет ввести сразу два преподавателя – учитель языка и учитель по предмету. Первый даст вам необходимую терминологию, а второй – знание самого предмета. В-третьих, каждый студент будет работать в паре с китайским студентом-наставником, который поможет адаптироваться в китайской среде в учебной и внеучебной деятельности. Всего есть три направления предвузовской подготовки – бизнес-направления, наука-инженерия и гуманитарные направления. Эти направления выбраны исходя из потребностей рынка труда и специальностей, которые будут наиболее востребованы в будущем. Пожалуй, самое популярное направление среди наших студентов – это бизнес-направление. Расскажу чуть подробнее. На бизнес-подготовке вы будете изучать, кроме самого китайского языка, школьную математику, а также предметы из университетской программы, а именно введение в экономику и бизнес, но уже на китайском языке. После бизнес-подготовки вы сможете поступить на такие специальности, как экономика, торговля, логистика, маркетинг, электронная коммерция и другие специальности. Если у вас есть тяга к техническим специальностям, рассмотрите для себя направление наука и инженерия. В этом направлении основной акцент делается на изучении школьных предметов математика, физика, химия, а также будет курс продвинутой математики и информатики из программы ВУЗа, тоже на китайском языке. После технического направления подготовки вам будут доступны все виды инженерных специальностей, в частности фармацевтическая, биологическая, электронная, информационная инженерия, архитектура, строительство и другие виды наук и технологий. Если же вам интересны такие специальности, как международные отношения, право, туризм, журналистика, языковые специальности и многое другое, для вас созданы гуманитарные направления IFP. Здесь основной фокус идет на изучении самого китайского языка и плюс есть курс введения в лингвистику. На этом все, но интересно ли вам узнать, в каких российских компаниях уже есть спрос на специалистах, получивших образование в Китае? Об этом мы расскажем вам в следующем выпуске. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!